Здравствуйте дорогие гости и подписчики канала Яхты на колесах. Мы отправились в путешествие, чтобы показать вам самые необычные и уникальные автодома и прицепы в Европе. Ну и посмотрим, могут ли они еще подтягаться с китайским рынком, который набирает обороты, и с отечественными производителями. Мы находимся у крупнейшего дилера шведского производителя Кабе. Этот производитель, этот бренд определенно достойен вашего внимания и почему будем сегодня разбираться и смотреть автодом Кабе Royal Travel Master X780LXL. Производитель Кабе, который мы уже по другим роликам, по другим обзорам других автодомов знаем, что очень честен в своих заявлениях, скажем так, даже в характеристиках. Смотрите другие наши ролики, это про этот производитель на канале. Скромно заявляют, что этот автодом предназначен для 4 плюс 2 пассажиров. Но мы с вами понимаем, что это означает, что этот роскошный автодом рассчитан на 6 путешественников. Как можно сочетать вообще премиум максимальный с таким количеством человек? Давайте разбираться. Длина этого автодома 8 метров, высота 3 метра и, что очень важно, ширина у нас здесь 2,5 метра. Этот автодом будет по-настоящему просторным, скоро уже увидите сами. Ну и автодом у нас двухосный с максимально разрешенной массой 4,5 тонны. Да, это уже не будет категория B, но мы уверены, это того стоит. Пойдемте смотреть. Итак, первая самая важная деталь, на которую стоит обратить внимание, это шасси Mercedes-Benz Sprinter. Ну, о достоинствах этого шасси рассказывать вам, я думаю, не надо. А если нужно, посмотрите на нашем канале отдельный ролик, посвященный всем помощникам и системам этого шасси. Ну, в данном случае у нас здесь 2-х литровый дизельный двигатель, 170 лошадиных сил мощность и 90 литров топливный бак. Коробка автомат, причем 9-ступенчатый автомат. Кабина у нас оборудована всеми возможными удобствами. Здесь, естественно, есть и шторки, и различные светильники, в том числе, и точечные, направляемые уже от жилого модуля, плюс, конечно, к лампочкам в кабине. Есть у нас также огромная, уже привычная для нового Mercedes-Benz Sprinter магнитола. Ну, и у нас здесь кожаная обивка и поворотные кресла. Причем кожаная обивка точно такая же у нас во всем салоне. Соответственно, все это составляет единый ансамбль. Столовая группа у нас действительно просторная. Причем вот эта ширина 250 сантиметров автодома, она здесь чувствуется, потому что, ну, помимо того, что у нас поворотные кресла, большой диванчик и, кстати, большой боковой диванчик, у нас действительно здесь еще остается проход удобный. Это, ну, это здорово. Кроме того, у нас здесь стол на телескопической ноге, естественно, опускается. И мы получаем здесь спальное место размерами 228 на 118 сантиметров. Производитель Кабе скромно пишет, что это плюс 2, но по факту вы можете видеть, это будет большая двуспальная кровать. Ну, достаточно удобная. Что касается удобств, гостиная также оснащена всем необходимым. У нас здесь есть люк, есть окошки, все абсолютно окошки в автодоме оснащены антимоскитными шторками и блэкаут шторками, как и люки. Но, кроме того, есть еще такие занавески для уюта на отдельных карнизах. Здесь у нас также в этом ящичке расположен кронштейн для телевизора, который будет выдвигаться. Да, вы можете выбрать именно тот, который хотите вы. Есть светильнички, есть различные зарядки, места для хранения даже не упоминаю, потому что их в Кабе всегда много, и вам остается только придумать, что вообще с ними делать. Что касается мест с ремнями безопасности, у нас их здесь четыре. Два в кабине и два вот на этом диванчике. Соответственно, как мы понимаем, да, вот эта маркировка по спальным местам 4 плюс 2, она также исходит из количества мест с ремнем безопасности, потому что передвигаться в этом автодоме все равно могут только четыре пассажира. Соответственно, два места, какими бы удобными они ни были, все равно будут гостевыми. Обратите внимание на это боковое место. Часто мы видим в подобных конфигурациях здесь какую-то маленькую сидушку, иногда даже откидную, бог знает что еще. А здесь это просто полноценный большой диван, да, ничего себе запасное место. Ну и, как мы понимаем, естественно, это только гостевые места, да, это возможность преобразовать столовую группу. Значит, у нас здесь где-то еще четыре полноценных спальных места. И вот сейчас, скорее всего, вы не видите никакого пространства для того, чтобы организовать еще одно спальное место. Но, тем не менее, оно есть. Загадку спального места нам поможет разрешить пульт управления. Ну, мы уже много говорили также в других обзорах, тоже все-таки рекомендую вам их посмотреть. Про пульт управления в Кабо. Это действительно классный пульт. Он сенсорный, он включает в себя множество систем дома, абсолютно все, не только какие-то привычные нам, да, как проверка баков с чистой водой. Здесь у нас также есть различные интересные функции. И вот, например, мы видим здесь кнопочку, изображающую кровать. Нажимаем. Скорость у этой кровати действительно очень хорошая. И вот это изящное такое решение. Составляет у нас опускаемая электрическая кровать, единый блок такой с потолком. Вы ее даже не замечаете, когда она поднята. При этом, когда она опускается, здесь показываются очень интересные антресоли, куда можно положить, тоже используются как места для хранения. Этого мы, пожалуй, еще не видели у других производителей. Ну, и максимальная нагрузка на эту кровать 200 килограммов. А размер 2 метра на 140 сантиметров. Бак с чистой водой у нас здесь 90 литров. И бак с точных вод также 90 литров. Кроме того, есть также запас автономности по электроэнергии. Есть аккумулятор 100 ампер часов. Кухонный блок просторный, удобный. У нас здесь газовая плита на три конфорки с электроподжигом. Есть раковина с двумя сливами. Один маленький специально для губочки, для мытья посуды смеситель. И над всем этим обязательно есть вытяжка встроенная. Ну, и кроме того, здесь есть еще одна приятная опция. У нас здесь есть такой духовой шкаф с функцией гриля. С противоположной стороны расположен холодильник Дометик. Открывается он в две стороны. В данном случае, вероятно, за тем, чтобы не вставая с кровати, можно было в него залезать. Состоит он из двух отсеков. Основной отсек у нас 177 литров. И морозильная камера, которая также открывается с двух сторон, плюс 35 литров. Вообще, холодильники в кабы действительно большие. Ну, и работает он от 12 вольт, от 220 вольт и от газа. В задней части автодома расположена очень уютная спальня. У нас здесь такая французская кровать, просто это означает, что есть уголок. И размеры у нее 2 метра на 140 сантиметров. Изголовье поднимается, обратите внимание, вы можете настроить его под себя по высоте, как будет удобно. Есть различные лампочки, светодиодные ленты, которыми вообще, в принципе, изобилует автодом. Вот, кстати, изящно так подчеркнут холодильник. Ну, и, конечно, окошко здесь есть и люк сверху, также со всеми шторками и сеткой москитной. Рядом у нас здесь буквально под рукой находится гардероб. Гардероб этот непростой. У нас здесь, ну, помимо возможности повесить вешалки, помимо корзиночек, самое важное, у нас здесь есть такой специальный поддон. Значит, сюда вы можете повесить куртки, которые будут мокрые, в снегу, и они совершенно спокойно высохнут. Вода ничего нигде не испортит, ей будет куда стечь. Ну, и все это отлично подходит для тех, кто увлекается горнолыжным спортом, например, или какими-то другими активными зимними видами деятельности. Вот мы с вами попадаем в туалетную комнату, в санузел. И, конечно, самое приятное, что сразу бросается в глаза, это просторная душевая кабина. Здесь действительно удобно с любыми параметрами и габаритами. Есть душевая лейка. У нас здесь вообще все такое очень массивное, плотное. Есть полочки для флакончиков. Ну, и вы сможете насладиться душем в этом автодоме, поскольку у вас, напоминаю, достаточно большой бак с водой 90 литров. Присутствует также туалет Тетфорд, поворотный, с кассетой 20 литров. И красивый модуль с раковиной, в который она интегрирована как домашняя, в такой комодик. Есть также полотенцесушитель, зеркала, за которыми скрываются шкафчики. В общем, все для вашего приятного времяпрепровождения здесь обеспечено. Отдельная душевая кабина закрывается стеклянными дверками. Ну, а весь блок закрывается вот такой деревянной, плотной дверью-ширмой. Дверь у нас с центральным замком. И обратите внимание, здесь нет подножки, потому что порог у нас специально низкий, опущенный. То есть вам будет удобно попадать в этот автодом, и при этом это не влияет на общий уровень проходимости машины. Сверху у нас расположена маркиза, 4,5 метра, Тули Амнистор. Вывод для телевизионной антенны. И багажник. На газлифтах открывается красиво, но не очень удивляет размерами. Мы видели в других автодомах Каба. Смотрите, сами знаете, на каком канале еще обзоры. В отличие от этих автодомов, тут багажник выглядит не очень большим. Но это все потому, что в этом автодоме есть очень интересное решение с местами для хранения снаружи. Задняя часть автодома, как всегда, выполнена очень стильно, очень симпатично. Все для того, чтобы, очевидно, хвастаться перед водителями других машин за вами в пробке. Но главное, что у нас здесь есть камера заднего вида. Камера, конечно, нужна для того, чтобы оценить реакцию водителей на ваш автодом. Шутка. Тут у нас располагается лючок с кассетой биотуалета, 20 литров, напоминаю. Ну, это вас не удивит, а вот под ним находится кое-что интересное. Смотрите, плотно выполнены все крышки, все лючки, очень надежно. Вот так вот у нас открывается доступ в багажник с другой стороны. Но дальше будет еще интереснее. Подключение к сети 220 вольт и вывод отопителя Альде. В данном автодоме у нас жидкостное отопление Альде, кабы славятся своей, скажем так, термостойкостью, потому что эти автодома и прицепы предназначены для температур от минус 40 до плюс 40. И это, собственно, возможно благодаря, с одной стороны, дорогому жидкостному отоплению, а с другой стороны, благодаря самой конструкции этих автодомов. И это мы сейчас вам покажем наглядно. Как и обещали, демонстрируем. Здесь есть макет, который показывает, как именно вот эти умные стены, запатентованная технология от производителя Кабы, выглядят и работают. Здесь мы можем увидеть, что это не дерево, да, у многих производителей внутри дерево, и из-за этого они хуже выдерживают влагу и так далее. Здесь же этот материал будет, вот этот слой, внешние материалы будут защищать прицеп от различных воздействий, никакой коррозии, ничего такого. Все это, кроме того, связано в единый монолитный блок, который, ну, по заявлениям производителя, и делает эту систему даже лучше, чем сэндвич-панели. Хотя это тоже очень теплый и надежный вариант. Сэндвич-панели подразумевают все равно наличие сочленений, и вот хорошие фирмы, как Бимобиль, они делают, действительно, они славятся тем, что они эти сочленения делают очень хорошо, и уменьшают мостики холода, но, тем не менее, они все-таки присутствуют. Здесь же система еще более целостная и монолитная, и поэтому мостики холода фактически исключены. Конечно, какие-то сочленения остаются, но все равно это все очень теплая, целостная система. В данном случае система умных стен, она и позволяет выдерживать температуры от минус 40 до плюс 40. Далее у нас отсек для газовых баллонов, 2 по 27 литров, и, если не ошибаюсь, должен быть здесь еще и редуктор дуоконтрол установлен. Заливная горловина чистой воды. Ну, а дальше, как и обещала, надеюсь, вас немножко удивлю. Смотрите, что у нас тут выдвигается. Вот такой отсек предусмотрен для хранения вещей. Причем, ну, максимальная нагрузка 35 килограммов, но он, как вы видите, специально сделан так, чтобы сюда можно было загрузить даже что-то, ну, допустим, в снегу там, потому что все это пластиковый поддон составляет, куда может стекать вода. Ну, и, как мы понимаем теперь, небольшой багажник в данном случае компенсируется вот такой вот интересной системой хранения. Заливная горловина уже для топлива, бак, напоминаю, дизельный, и топливный бак здесь 90 литров. Полуинтегрированный автодом Кабе Royal X780L XL мы сегодня с вами посмотрели. Оцените, пожалуйста, в комментариях, напишите ваше мнение, как вы считаете, 6 человек разместятся ли здесь с комфортом, ну, или вообще, в принципе, премиальные автодома и прицепы не созданы для того, чтобы нагружать их большим количеством человек, и, в принципе, может быть, стоит все-таки вдвоем путешествовать на таком автодоме. Ну, и если вам понравился этот автодом, если вы что-то почувствовали, когда смотрели этот ролик, обязательно звоните нам по телефону 8495-509-2027, наш менеджер вас проконсультирует, сделает вам расчет цены этого автодома. Сейчас я вам ее не могу назвать, потому что ее просто пока не существует, она не просчитана, данный автодом доступен под заказ, как многие другие. Ну, и поэтому пишите обязательно в комментариях, что вы недовольны этим обстоятельством, подписывайтесь на наш YouTube-канал, на нем будет много еще интересных роликов и про фирму Кабы, и про другие бренды, не только европейские, а также подписывайтесь на наш Telegram-канал, там вся информация появляется в первую очередь, и как только появится цена на этот автодом, мы ее обязательно опубликуем именно там. Спасибо, что были с нами, что досмотрели до конца, что вы с нами на одной волне. Путешествуйте с удовольствием, путешествуйте так, как хотите этого вы, и на таком автодоме, на котором хотите вы. Ну, а мы, как и всегда в любых обстоятельствах, будем делать все, чтобы помогать вам осуществлять ваши мечты. До новых встреч, пока!